Новости ОТС Сотый истребитель на Чикаловском заводе. Как отмечает юбилей, самое секретное предприятие Новосибирска. Виктор Гончар сегодня освобожден из-под стражи. Почему защитнику семьи заменили реальный срок на подписку о невыезде? Починить печь или заменить проводку? Что нужно сделать для получения субсидии на ремонт? Новости ОТС Сейчас об этих и других событиях подробно. 620 миллионов рублей направят в хозяйство области на проведение уборочной кампании. Постановление подписал губернатор Владимир Городецкий. Средства выделили в том числе и за счет субсидий из федерального бюджета. В первую очередь эти деньги пойдут на закупку горюче-смазочных материалов и ремонт техники. Кроме того, аграриям нужно обеспечить доставку убранного зерна на элеваторы области. Главы районов ежедневно направляют отчеты о ходе уборки в Министерство сельского хозяйства. По предварительным подсчетам в регионе предстоит провести работы больше, чем на полутора миллионов гектаров. Собрать 2 миллиона 400 тысяч тонн зерна. Очередной поворот в громком уголовном деле. Провел под стражей 9 месяцев и вышел на свободу. Виктору Гончару сегодня изменили меру пресечения, а его дело отправили на пересмотр. Президиум Новосибирского областного суда постановил отпустить Виктора Гончара под подписку о невыезде. А дело заново рассмотрит Центральный районный суд, но уже в другом составе заседателей. Напомню, история вызвала резонанс. В сентябре 2014 года в квартиру постучал наркоман. Дверь открыла 13-летняя дочь Гончара. Нетрезвый мужчина схватил ребенка за руку и попытался зайти внутрь. Девочка позвала на помощь отца. Он вытолкнул незнакомство на лестничную клетку. Нанес несколько ударов, один из которых казался смертельным. Прошлую осенью мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. И вот сегодня, спустя несколько часов после оглашения решения суда, Виктор Гончар покинул стены 18-й колонии. Даже аж не верится. Ну, суд, а правда все-таки разобрались с делом с этим. Все-таки тоже 9 месяцев в колонии находился. Скажите, ждали такого результата сегодня? Ну, честно говоря, сильно надеялся, но сильно не ожидал, что именно сегодня вот освободят. К другим темам. 20 тысяч крылатых машин, именно столько, сошло с конвейера и было собрано руками новосибирских рабочих и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время. Авиационному заводу-гиганту 85 лет. За это время знаменитые истребители Су-34 стали визитной карточкой завода Новосибирской области и всей страны. О том, как празднуют день рождения предприятия те, кто делает лучшие самолеты в мире. Борис Киргенеков. В небе три многофункциональных истребителя Су-34. В кабине каждого – летчики мирового класса. Все модели стоят на вооружении военно-космических сил страны. Уникальные боевые качества истребителей позволяют атаковать наземные цели противника даже в тяжелых условиях боя. Вести воздушные баталии Су-34 сражескими самолетами может при любой непогоде. Сегодня истребители совершают мирный полет. Подарок новосибирцам очкаловцев. Фигуры высшего пилотажа – бочка, мертвая петля, колокол, штопор. Су-34 способен на многое. Но сегодня для завода юбилей – не единственная радость. Есть еще один повод для гордости. Сотая модель истребителя Су-34. Пожалуй, одна из самых известных авиационной моделей, которая стоит на вооружении российской армии. 23 метра в длину, два члена экипажа, скорость полета – 1900 км в час. Дальность применяемых боеприпасов по наземной цели составляет 250 км. Все это производят новосибирские крылья. Самолеты Су-34 охраняют территорию нашей страны. Машина уникальна. Аналогов в мире нет. Уничтожить истребитель противнику очень сложно. Набор навигационных радиосистем, а также прочная броня основных частей корпуса и кабины делает Су-34 практически неуязвимым для врага. А цифровая высокотенологичная интеллектуальная система позволяет проводить разведку средств ПВО противника. Это уникальная кабина с давлением до 11 км, где человек себя чувствует как в пассажирском самолете. Поэтому длинные перелеты, 10 часов, они совершенно неутомительно проходят. И летчик себя чувствует после такого полета вполне работоспособным. Сейчас Су-34 армия применяет в Сирии в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Недавно Минобороны опубликовало видео с кадрами бомбардировок баз боевиков в провинции Дейр-Эс-Зор. На авиационный удар вылетели истребители Су-34 и Ту-22М3. Все самолеты благополучно вернулись в сирийский аэродром Хмимим. Этот самолет имеет открытую архитектуру радиоэлектронного оборудования, что позволяет принципиально, неоднократно проводить его модернизацию, тем самым в разы увеличивая его боевые возможности. Эта работа идет в штатном порядке. То есть она ведется в штатном порядке в рамках опытно-конструкторских работ, ведется в штатном порядке в процессе государственных испытаний. Ведется и сейчас. Первая и сотая модель действительно сильно отличаются друг от друга. С каждым истребителем конструкторы дорабатывали броню и навигацию. Технологии позволяют. Поэтому будущие модели Су-34 станут еще мощнее, быстрее и прочнее. Я думаю, что не только для города, для области, но и для всего государства, и для наших военных летчиков. Потому что сотая машина, 85 лет заводу нашему замечательному. И здесь, конечно, праздник и для ветеранов, и для действующих, и для тех, кто предполагает свою судьбу с самолетостроением. Серийное производство истребителя завод запустил в 2005-м. На вооружение в армию первые Су-34 поступили через год. Сейчас гособоронзаказ подписан до 2020-го. Военно-космические силы страны планируют полностью заменить предыдущую модель. Су-24. Меж тем, в 90-е годы завод был на грани разорения. Заказов не было, как и зарплаты для сотрудников. Коллектив боролся. Боролся за жизнь. Боролся за то, чтобы сохранить профиль завода. Ждали, что будет оборонный заказ. Но для этого надо сохранить свой профиль авиастроителей. И завод сохранил. Сохранил благодаря вере своим руководителям. Посмотреть на истребителей в деле пришли тысячи новосибирцев. Кроме Су-34 в небо подняли вертолеты и раритетный самолет МиГ-3. А десантники показали гостям мастерство акробатики на высоте в несколько километров. Позже в Доме культуры особо отличившимся чкаловцам вручили ордена, медали и благодарственные письма. И организация сложного наукоемкого производства. И уровень квалификации персонала. И масштаб задач, которые вы успешно решаете. Это действительно 21 век. Ваши, вернее наши самолеты, уверенно конкурируют с самыми современными зарубежными аналогами. А по некоторым направлениям и аналогов таких нигде в мире нет. Сейчас завод выпускает по 20 истребителей в год. Гособоронзаказ даже удается перевыполнять. А это значит, воздушность страны становится все крепче. Борис Киргенеков, Артем Валевич. Новости ОТС. Социально незащищенные и неблагополучные семьи, проживающие в частном секторе Новосибирска, получили возможность за счет бюджета отремонтировать печи и электропроводку. Кому требуется такая адресная помощь? Вместе с сотрудниками МЧС выяснил наш корреспондент Александр Куршев. Печка и электропроводка в хорошем состоянии? В хорошем. У нас газ. А у вас газ, а электропроводка тогда? Электропроводка. Люди в форме и телекамера немного смущают жителей. Но как только речь заходит о реальной финансовой помощи, сразу интересуются, как оформить субсидию. Отремонтировать старую печь или сгнившую электропроводку в доме можно, если доход на человека не превышает прожиточный минимум. Сейчас в Новосибирске он составляет 11 тысяч рублей. Максим Владимирович, скажите, пожалуйста, у вас печное отопление? Печное, да. А кто печку? Я отоплю. Устанавливал печку кто? Я не знаю, я купил блазу печку. А, блазу печку. В каком состоянии печку? В нормальном состоянии отопления. На этот раз инспектор МЧС поверили на слово. Но бывают случаи, когда после неоднократных требований в дом к собственнику приходится заходить в сопровождении полиции. Есть штрафные санкции? Ну, штрафные санкции на граждан. Они от тысячи до двух. Но можно думать о том, что люди заинтересованы не пускать инспекторов, потому что, если они понимают, что что-то не так внутри, то они могут получить за это документы. Нет, люди, они как бы заинтересованы, потому что тот размер штрафа, который налагается на соблюдение требований пожарной безопасности, он, скажем так, не превышает тех материальных затрат, если они потеряют в случае потери жилья при пожаре. По статистике, причиной 15% пожаров становится ветхая проводка. Если в частном доме действительно требуется рука мастера, то субсидия в помощь не успел отремонтировать, готовься к штрафам и работам за свой счет. Александр Куршев, Алексей Зубила, Новости УТС. Продолжаем выпуск. Завтра, 20 августа, в России начинается период агитации за кандидатов в депутаты. Напомню, в единый день голосования, 18 сентября, жителям нашего региона предстоит выбрать депутатов в Государственную Думу, и на некоторых округах определиться с кандидатурами в Законодательное собрание области. Уже состоялись жеребьевки по распределению бесплатного и платного времени для агитации кандидатов в Госдуму в средствах массовой информации. В этом году платного времени на ролики и выступления в эфирах выделили гораздо больше, чем ранее. Некоторые партии и кандидаты еще могут подать заявки и принять участие в дополнительной жеребьевке на нашем канале 23 августа. Все подробности на сайте отств.ру. Море Черное и озеро Синее. Самыми посещаемыми местами для отдыха в России, помимо курортов Краснодарского края и турбаз Байкала, в этом году стали Горный Алтай и Камчатка. Все чаще граждане нашей страны предпочитают за границей отдых в своем отечестве. Региональные власти взяли курс на развитие внутреннего туризма. И как следствие, индустрия начала меняться. Рассказывает Виктория Рыжих. 24% соотечественников в этом году провели отпуск в России. 14% предпочли Грецию. По 12% россиян купили путевки на Кипр, в Таиланд и Вьетнам. Далее идут Тунис и Болгария. Турции этим летом достался только 1% российских туристов. По словам экспертов, ситуация была предсказуемая. В связи с политической и финансовой обстановкой семейный отдых переместился в безопасную более зону. Это один тренд сезона. Второй тренд – это год перекрестной Греции в России и России в Греции. И, естественно, Греция у нас фаворит сезона. Ну и безвизовые страны, опять же, те, которые позволяют принимать решения в последнюю неделю-две. Те, кто купил туры по раннему бронированию, в апреле-май существенно сэкономили. Средняя цена путевки на 10-12 дней на одного человека была 50-60 тысяч рублей. Жалоб в Роспотребнадзор в этом году поступило меньше – всего 25. Основная претензия – агентство отказывается возвращать деньги за купленную путевку. В случае компания турагент или туроператор, в данном случае турагент, должна работать четко в соответствии с законом о защите прав потребителя. И в этом случае вернуть всю сумму денег за минусом фактически понесенных затрат. Фактически понесенные затраты в данном случае определяются прежде всего туроператором. Поэтому в этом случае турагент на 100% зависит от того, какую сумму фактически понесенных затрат предоставит туроператор. Сохранить деньги в случае форс-мажора можно благодаря страховке от невыезда, связанного со здоровьем, судебным разбирательством или непредвиденными семейными обстоятельствами. Ну а самого туриста поможет защитить новый интернет-портал. Сразу несколько законодательных изменений вступят в силу в ближайшее время. В основном все они направлены на защиту туриста. Так, с 1 января любой желающий сможет проверить информацию о туристической фирме на сайте Турпомощь. Это единый реестр турагентств, формировать которые будут только туроператоры. Таким образом, вносить недостоверные сведения о своей деятельности агентства просто не смогут. Изменится и порядок предоставления финансовых гарантий. Заработает резервный фонд. Это общий котел, из которого будут брать деньги в случае невыполнения туроператорам своих обязанностей. Также компании заставят формировать персональный фонд из расчета 1% в год от общего оборота. Игроков на рынке туризма станет меньше, зато останутся надежные. Виктория Рыжих, Сергей Жданов, Новости ОТС. Завтра утром с олимпийскими медалями из Рио прилетят еще два новосибирских спортсмена. Это теперь уже двукратный чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и серебряный призер в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Иван Стритович. Только сегодня стало известно, что на Олимпиаде Иван выступал с серьезной травмой руки. Мы с ним договорились, что это будет все между нами и будем идти к своей цели. Лечили и вот так он выступал. А потом, когда выступил, поехал на МРТ в Олимпийской деревне. Ему говорят, как ты выступаешь? У него, получается, две косточки в руке. Одна локтевая, другая лучезапясная. Локтевая оторвана, а лучезапясная. Они так говорят, сейчас будем перепроверять все. Была сломана и как бы застарела и переломана. Как-то заросла и не так. Тем временем в Бразилии выбрали новых членов МОК. В состав Международного Олимпийского комитета вошла Елена Исимбаева. Напомню, согласно правилам, голосовать могли только спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Рио. Исимбаева получила 1365 голосов. После оглашения результатов спортсменка, которая пропустила старты в Бразилии за решение МОК, сказала, цитирую, «Очень благодарна Александру Жукову и Олимпийскому комитету России за эту огромную помощь, которая мне была оказана. Буду работать на благо Олимпийского движения и постараюсь стать надежным мостиком между Россией и МОК». Конец цитаты. На этом у меня все. Информационные итоги дня в 20.30 подведет Ангелина Леденева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok